Здравствуйте, дорогие зрители! Накопили мы новостей на любой вкус, так что устраивайтесь поудобнее и слушайте, что произошло в мире латинского мира. С 22 октября на канале Глоба в 9 вечера начинается показ новой теленовеллы сонаристки Глория Пэс, клоун Дарвы Индии и режиссера Маркуса Шеркмана Сальго Хорхе, спаси святой Георгий. Основной темой новеллы станет международная торговля людьми и сексуальное рабство. Мир мафии, который занимается этим типом криминальной деятельности и драма их жертв. Руководит преступной сетью главная злодейка в этой истории амбициозная Ливия Марина Клаудио Рая. Женщина, которая способна на все, чтобы достичь желаемого, в том числе пойти на преступление, если это позволяет ей заработать миллионы долларов. Элегантный, утонченный, с безупречными манерами владелица агентства по поиску талантов в мире моды и шоу-бизнеса. Для окружающих она вне всяких подозрений. А на деле за респектабельной маской дамы из высшего общества скрывается дьявол в уплоти. И в криминале Ливия умеет держать марку, присущий ей высокий стандарт, не оставляя следов. Ее верные союзники и партнеры по бизнесу Ванда, Тотия Мерелес, правая рука Ливии в подборе девушек Руссо, Адриана Гарип, наемный убийца, который отвечает за доставку и охрану девушек. Ирина, Вера Фишер, менеджер ночного клуба в Мадриде. С безжалостной жестокостью она будет муштровать новых рабы, заставляя их заниматься проституцией. Это будет первая злодейка в профессиональной карьере Вера Фишер. Актриса обещает немало удивить публику, создать образ, совершенно отличный от того, что зрители видели раньше в ее исполнении. Жертвой мафии по торговле живым товаром станет главной героиней новеллы Морена, Нанда Коста. Молодая женщина из района Фавелл. Мать-одиночка, она тяжело работает, растит сына с помощью матери и мечтает о лучшем будущем. Судьба Морена начинает меняться после знакомства с офицером Тео Родри Гламбарди, капитаном кавалерии. Раньше для Тео любовь никогда не имела важного значения. Он проводит время с ветеринаром Эрикой Флавио Александро, но на первом месте для него всегда были служебная карьера и чемпионаты по скачкам. Все кажется прекрасным, когда Морена получает заманчивое предложение от Ливии работать в Европе. Морена даже не подозревает о кошмаре, который ее ждет в будущем. Джованно Антонелли играет Элоизу, криминалиста, расследующего исчезновение девушек и действия преступной сети в Ливии. Также одна из основных линий новеллы история бразильянки Бьянки Клео Пирес. Независимая космополитка по своему образу жизни, получившая образование в США, она едет со своим новым байфрендом Стэнью Александро Неро, бывший муж Элоисы. Путешествовать по Турции в результате совершенно очарованной культурой и истории этой страны и теряет голову от любви и страсти к их турецкому гиду Зио. Домингос в Монтагне. Так что по ходу развития сюжета зрители ждет знакомство с Турцией и многообразной культурной мозаикой этой страны. Путешествие на воздушном шаре над великолепными пейзажами, дворцами, мечетями и базарами, прогулки по современному Стамбулу и традиционной Каппадокии. Две недели назад закончился показ новеллы Авенида Бразил, которая стала настоящим бумом в Бразилии. Новелла имела огромный успех. Помимо высоких рейтингов она стала самой обсуждаемой темой во всех социальных сетях Бразилии и в СМИ. И даже в дни футбола у проспекта Бразилии рейтинги оставались высокими. Последняя серия собрала у экранов 84% всей телевизионной аудитории. Президент страны Дилма Руссов даже отменила запланированные мероприятия в день финальной серии. Так и вспоминается, как вымирали российские города во время показа богатых, которые тоже платят. Ну а теперь переходим к новостям Телемунда. Появились первые фото из долгожданной патроны. А рассели о рамбула в виде брюнетки в каске и хорхи Луис Пила с выражением лица больше подходящего для положительного героя советского фильма о металлургическом кабинете под названием «Будни наших плавок». Но производит сильное впечатление. И не сказать, что очень хорошее. Не менее сильное, но на этот раз положительное впечатление производит главная плохишка сериала Кристиана Батч. Она играет мать Пилы и, простите, конечно, любители Пилы, выглядит получше своего экранного сына. Да и актриса она ярче, чем Арасили и Хорхи Луис вместе взятые. Что-то подсказывает нам, что накроется этот шедевр медным тазом. Ну, хотя все может быть. Вкусы американского зрителя причудливые. В Сорене и Мадре пока нет никакой ясности. Хотя уже многие издания отдали главную роль Сони Смит. Но окончательного подтверждения нет. Пошли слухи, что главную мужскую роль сыграет Хуан Салер. Ну, что тут можно сказать? Два главных героя ярких по внешности, но очень скромных по харизме. Может, негодяи поинтереснее будут? Фаны упорно суют туда Катрин Сиачоке. А вот кто там сможет сыграть беглого мужа Гризельды? Большой вопрос. Кстати, поговаривают, что дочку Гризельды сыграет мексиканская актриса и певица Найи. Как говорится, свят, свят, свят. Разрешился интригой с ремейком турецкого сериала Запретная страсть. И опять очередные фаны пьют валерьянку, так как их мечты категорически не сбылись. Уж как просили фаны Испинелло, то есть Канелло и Испина, свести их любимцев в одной новелле обломс. Телемундовское начальство решило не повторять пары. И вместе с Жан-Карлосом Канелло будет играть Моника Спир. Злобные фаны даже мудрились добраться до президента Телемунда Эмилио Романо, но тот выстоял под их напором. И еще один сюрприз ждет нас в этой новелле. Мексиканская актриса Ребекка Джонс подписала с Телемунда очень дорогой контракт и теперь будет соперничать с довольно бледной в творческом плане молодежью. В этой же новелле будет играть Роберто Вандер. Посмотрим, кто круче, молодые и красивые или пожилые и талантливые. Габи и Спина заключила с Телемунда эксклюзивный контракт и теперь пойдет туды, куды скажут и без всяких возражений. Вот Каролина Техера возразила и была с Телемунда выставлена. Теперь ищет работу на телевизионе. Унивизион сменил лого и показал первые фото своей новеллы Росарио. Ну, как бы ничего не сказать по этому поводу. Скучно. Невыразительно и банально. Аргентинский канал Треса готовит новый новелл Темпо Компулсиво Солидат Сильвейра и Гонсало Эреди в главных ролях. У Гонсало здесь роль человека, помешанного на сексе. Интересно будет на него посмотреть в такой ипостаси. Парень красивый и сексапильный. Вполне возможно, что сваяют из него нового аргентинского секс-символа. Канал Полка тоже готовит новый новелл с Натальей Арейро в главной роли. Продюсером будет знаменитый Адриан Суаров. Давненько у нас Натя в новеллах не блистала. Ждемс. Канал Телефе также покажет новую комедию с Хуаном Хелем Наварро под названием «Ми Амор, Ми Амор». Судя по названию, любви будет много. Забавное фото со съемочной площадки появилось в твиттере Кариной Сампини. Оно призвано опровергнуть слухи о конфликтах на площадке новеллы Дульс и Амор. Хуан Дартес, Карина и Себастьян Эстиванес мирно дрыхнут в перерывах между съемками. А раздулись плетни о конфликтах такие, что страшно стало. Как они там друг друга не поубивали? Роберто Мол появится летом на больших экранах в венесуэльском фильме под названием «Сиела Аскура», где он сыграл роль отца под лица главной героини. Существо это безответственное и жалкое, но под влиянием обстоятельств меняется и начинает выстраивать с дочерью нормальные отношения. Состоялась громкая премьера нового фильма из цикла о Джеймс Бонде «Скайфолл». Премьера была помпезной с присутствием королевских особ. Все бы хорошо, но главный герой с каждым разом все страшнее. Может, это и не принципиально для агента 007, но когда вспоминаешь прежних бондов, сердце кровью обливается. Сравните сами. Хавер Бардем тоже не майская роза, но все же жуткий злодей в этом фильме. Ему положено быть квазимудрой. Возникает вопрос, сколько должен был заплатить Крейг, чтобы его продолжали снимать в роли, который ему подходит как балерине противогаз. Демиан Бичир мексиканский актер, который был номинирован в этом году на Оскар. Подписал контракт с Фокс на роль детектива в сериале «Бридж». Его герой будет бороться с коррупцией и искать серийного убийцу. Ацтека запускает новую новеллу «Ла отра кара де альма» с Габриэлой спаник, Эдуарда Капетилю и Мишель Вьет. Компания отчаянно хочет высоких рейтингов. Ни один из ее последних проектов успеха не имел. Хотя критика отмечает довольно высокий уровень съемок и актерской игры. Все дело в отсутствии узнаваемых лиц. И Ацтека предлагает Сильвии Наварро и Веронике Кастро присоединиться к дружному коллективу уже ушедших с телевиза-звезд. Колумбийская RTI и телевиза снимают сериал «Лос-бандидас» с Марком Мендесом и Анной Луси и Домингес. Посмотрим, насколько успешным будет сотрудничество этих двух компаний. Думается, что шедевры, снятые RTI для Телемона, останутся непревзойденными. Уильям Леви окончательно запутал всех своими проектами. То он говорит, что на подходе три голливудских шедевра, то рассказывает, что в будущем году сам начнет снимать, то он едет в Испанию для участия в музыкальном проекте, а то вдруг будет принимать участие в очередном ужасе от протача Сальвадора Михея. Михея собирается портить Платарменту и Вилли будет главным гвоздем, на котором повиснет этот шедевр. Кстати, о Михея. Ремик дочери Марьячи стартовал с неплохими рейтингами, но зрители смотрят его в основном для того, чтобы поржать. Уж больно забавно смотрится Хорхес Алинас в роли молодого, незарегистрированного в юноше. Вот так же народ и огонь в крови смотрел, как бесплатный цирк. Вот тут и получился типичный дурдом на выезде с показательными выступлениями. Амур и Свердадер с Некандро Диаса показывает хорошие рейтинги в Мексике, но в Испании завалился с треском. Эдуардо Янис смешон невероятно, а его сцены с Эрикой Буэнфиль несколько смахивают на геронтофилию. Как водится, подоспела парочка скандалов. Франциско Гаторно в грубой форме пообщался с режиссером Сальвадором Гарсини по причине его неподобавившего опрощения с актерами. А Себастьян Ролев взбесил всю съемочную группу бесконечными опозданиями, так как он постоянно висит на телефоне и воркует с Рассей Леорамбулой. На сегодня все. Ждите нашей передачи. Будет интересно. Всем пока!